Приветствую! Законопроект 10.449 всколыхнул общество. И это неудивительно с учетом того, что там написано. Даже уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины сказал, что этот законопроект содержит нормы, которые не согласуются с Конституцией Украины. Но об этом говорили уже все. Мы же поговорим о другом. Мы поговорим о юридическом понятии эффективность правовых норм. И мы попросим нашего собеседника назвать нам три причины, по которым этот законопроект не будет эффективен. Ну а теперь представлю своего собеседника. Это профессиональный юрист, прекрасный оратор и просто замечательный человек. Николай Гольбин. Многие из вас его знают по его каналу Морской Юрист, который набрал уже более 100 тысяч подписчиков. И я вам рекомендую также подписаться на этот канал. Ссылочка будет в описании к данному ролику. Николай, тебе слово. Приветствую, Олег, тебя, также зрители твоего канала и благодарю за возможность высказываться, присутствовать и дискутировать относительно законопроекта 104.49. А теперь по существу заданного тобой вопроса. Выскажу свое мнение. Почему я считаю, что этот законопроект в той редакции, которую мы видим, будет неэффективен и невозможно будет его реализовать. Либо полностью, либо в части. Только ленивый не высказался по этому поводу о том, что этот законопроект противоречит Конституции Украины. Не весь, но огромная часть текста, который мы все видели. Ты говорил об этом, я говорил об этом, говорят об этом депутаты Верховной Рады, говорят об этом уполномоченный по правам человека. То, что у нас противоречит Конституции, невозможно будет реализовать на территории Украины. Вот все просто. Николай, извини, чуть-чуть тебя перебью, но здесь хочется сказать твои слова, да богу бы в уши. Очень хотелось бы, чтобы в Украине не реализовывалось ничего, что противоречит Конституции. Вторая причина, которую я назову, ну давай так, электронные кабинеты. Очень спорный момент. Спорный, почему? Я считаю, что создание электронных кабинетов это все-таки услуга. Услуга, которую пытаются навязать. А ты прекрасно знаешь о том, что навязывать услуги запрещено. То есть, смотри, в чем спор. Спор заключается в следующем, что государство нам, этим законопроектом, говорит о том, что каждый мужчина должен иметь электронный кабинет. В этом электронном кабинете он должен обновлять свои данные. Через этот электронный кабинет, по сути, осуществляется контроль, полный контроль. Но не у каждого есть телефоны. Не каждый пользуется смартфоном, да более, скажу, не у каждого есть интернет. Не у каждого есть даже желание пользоваться телефонами, либо новыми технологиями. С моей точки зрения, если вы хотите навязать услугу и говорите, что теперь вы все должны иметь смартфон, тогда купите всем смартфон. Более того, отправьте на учебу человеку, который вообще не понимает, как пользоваться смартфоном, как входить в интернет и вообще что-то делать. Да в принципе, людям все равно. Многим все равно. Я уже вижу тенденцию и разговоры, я не знаю, как у тебя там, например, происходит, и люди, я думаю, к тебе обращаются. Но те мужчины, которые обращаются иногда за консультацией, они прям текстом говорят, мы сейчас перейдем на кнопочные телефоны. Есть старая классика Nokia 3310, надежно, без возможности выхода в интернет. Не, не новые вот эти 3310, а старые, если все прекрасно их помнят. И с другой стороны, некоторые говорят, да мы удалим ДИИ, удалим абсолютно все. Какие вопросы? Как нас обязать? Вот и весь. Поэтому на сегодняшний момент я считаю, что это все-таки услуга. Кроме того, относительно этой услуги я напоминаю, что перед тем, как законопроект попал в Верховную Раду к первому чтению, уполномоченный по правам человека высказался, что создание электронных кабинетов и навязывание этой услуги противоречит нормам Конституции. Вот и весь вопрос. Поддерживаю твою позицию и хочу от себя добавить техническую часть. А с технической стороны система точно выдержит нагрузку? Ну, когда миллионы пользователей туда зайдут, да, если законопроект приняли, и миллионы мужчин пошли регистрировать этот кабинет. Что будет? Да, мне думается, что скорее всего она просто ляжет. Просто серверы лягут и не будут работать. Ну, мы понимаем, почему, да, истории с коррупцией у нас на сайте ДБР известны нам, да, и в итоге качество софта может оказаться соответствующим. Ну, и качество железа. И мы даже навязанную эту услугу не сможем получить. Да, прошу дальше, какая будет еще причина неэффективности этого закона. И третью причину, которую бы я хотел бы назвать, о том, что люди уже готовы. Потому что все это было анонсировано. Кроме того, депутаты сказали, что всех накажут, вы все виноваты. И люди понимают, какое у нас наказание, да. Вот только потому, что ТЦК заподозрили кого-то, что он является ухылянтом, они сказали, мы заблокируем у тебя денежные счета. Средства, точнее, если быть более точным, юридическим языком, мы вам заблокируем доступ к вашим денежным средствам на ваших счетах. Что сделали сразу люди? За январь, судя по статистике, 27 миллиардов, если не ошибаюсь, было выведено. Как такое возможно? То есть мы понимаем, что этот законопроект может, ну, если не обвалить, но пошатнуть банковскую систему. Дальше говорят о том, что имущество, возможны проблемы с имуществом. Сейчас очереди к нотариусам. Почему люди переписывают свое имущество на две недели вперед? Люди, которые находятся за границей, уже делают вторые паспорта, потому что им анонсировали, что вам ограничат доступ. Доступ к информации, то есть к возможности, не к информации, к возможности обновления ваших данных. Людям это все анонсировали, началась паника. И на этой панике, естественно, люди начали защищаться и предпринимать меры для того, чтобы защитить себя. Поэтому на сегодняшний момент, давайте представим, на секундочку, что есть некий ухэлянт. У этого некого ухэлянта были денежные средства на счете. И тут ему анонсировали, что их заберут. Он их вывел. Вопрос, ну, накажите. Каким образом? Да никак. Но то, что вы заблокируете ноль, у человека от этого меньше денег не станет. Потому что денежных средств уже нет на счету. И я уже высказывал свое мнение неоднократно, что в этой редакции, которая есть на сегодняшний момент, и если его примут именно в этой редакции, то обвалит судебную систему, обвалит банковскую. Но если банковскую не обвалит, ну, пошатнет очень сильно. А вот судебную обвалит. Потому что судьи сейчас практически работают нон-стоп. И я сомневаюсь, что как и ТЦК, да, вот новые новшества, которые сделали, что теперь ТЦК работает круглосуточно, да, там, медкомиссия. То я очень сильно сомневаюсь, что судьи будут работать круглосуточно. Поэтому те инициативы, которые хотят сделать, что практически все аресты там чуть ли не через суд, и все ограничения через суд, и мы подозреваем, что будет огромное количество людей, которые не зарегистрировали электронные кабинеты, а значит это потенциальные судебные дела. Судьи просто не справятся. Вот мое мнение. Да, Николай, дискуссии у нас с тобой не получается, потому что я тебя слушаю и могу лишь только подтвердить все сказанное тобой. Но давай так, чтобы вот мы, скажем так, зраду не разгоняли, да, чтобы нас в этом не обвиняли, хотя мы же не про зраду, да, мы про права человека говорим. И вот давай так, есть законопроект 10449. И считается, что задача этого законопроекта это обеспечить призыв как можно большего количества людей, да, потому что есть проблемы с мобилизацией у нас, несмотря на то, что военное положение в стране, мы сталкиваемся с этими проблемами. И этот законопроект направлен на то, чтобы максимально большее количество людей мобилизовать. И вот вопрос, а может ли он быть эффективен с точки зрения вот такой задачи государства? А вот здесь, Олег, позволь не согласиться с мнением очень многих людей, которые высказывают о том, что этот законопроект исключительно создан для того, чтобы мобилизовать всех. Смотри, сейчас попробую обосновать. На сегодняшний момент невозможно мобилизовать ни 500, ни 400, ни 700, ни 800, ни 300 тысяч человек. Почему? Обеспечение одежды, питания, контракты. Как у нас формируется бюджет? Бюджет у нас формируется из налогов, а также внешнее заимствование в виде кредитов, либо помощи. Если бы на сегодняшний момент наш бюджет формировался, грубо говоря, на 100 миллиардов долларов, тогда я бы сказал бы, да, действительно, можно мобилизовать полмиллиона. Мы понимаем о том, что люди будут получать деньги, контракты, мы будем понимать что-нибудь с одеждой и будет с питанием. Тут понятно. Но если верить тем цифрам, которые сейчас гуляют в интернете, у нас есть некие проблемы с финансированием. И поэтому на сегодняшний момент невозможно реализовать те задачи, о которых говорят. То есть мобилизовать максимальное количество мужчин. Невозможно. С моей точки зрения, основной задачей стоит не мобилизовать максимальное количество, а взять под тотальный контроль, оцифровать, контролировать, естественно, и вести учет. Вот это все-таки основная задача. В будущем, если будет происходить ротация, либо когда будет происходить ротация, заходят, естественно, в электронную базу данных и смотрят, ага, вот этот человек пригодный к воинской службе, хорошая физическая подготовка, давайте кайбу вызовем. Но это не говорит о том, что его вызовут сейчас, а это говорит о том, что его могут вызвать потенциально через полгода, через три месяца, через два, без разницы. Вот мое мнение, что именно этот законопроект направлен на то, чтобы взять под полный контроль. Естественно, вот эти вещи, ответственность, санкции, мы сейчас не обсуждаем в этом вопросе, мы говорим исключительно о контроле. Опять-таки, прямая связь, финансирование, учет. Не будет финансирования, будет только учет. Будет много финансирования, значит, будет и учет, и будет, естественно, полная мобилизация. Ну и плюс события, которые происходят на фронте. Какая эффективность этого всего? Все зависит от, опять-таки, возвращаясь, от тех денежных средств, которые будут на момент мобилизации очередной волны, либо постоянной волны, либо момент обновления в казне нашего государства. Вот и весь вопрос. Поэтому, если подытожу все вышесказанное мной, я считаю, что в этой редакции законопроект неэффективен. В этой редакции его невозможно реализовать. Но я, как и ты, ждем финального текста. Перед вторым чтением. И вот, когда мы увидим, я думаю, мы с тобой еще подискутируем на эту тему, и мы расскажем, что убрали ненужного, а что добавили. Чем помогли ли людям, о чем нет. Потому что этот законопроект, в первую очередь, не только про тех, кто ухиляется, я напоминаю, а также о тех, кто сейчас находится на передовой. И очень много споров по поводу сроков. 36 месяцев, 18 месяцев. Мы понимаем это, да? И поэтому, давайте так, мы дождемся второй редакции. На сегодняшний день у того законопроекта, который мы все видели, шансов нет никаких. Когда увидим окончательный текст перед вторым чтением, уже окончательный текст, вот тогда мы можем уже дискутировать и говорить о том, что возможно, а что нет. Николай, спасибо тебе за твои ответы, за твою позицию и за ту надежду, которую ты нам дал. Вот среди последних слов ты сказал, что законопроект 10.449 не будет принят в том виде, в котором он находится, на рассмотрении Верховной Ради Украины. И мы все искренне на это надеемся, что оттуда уберут те положения, которые нарушают права человека. Николай, еще раз тебе спасибо за то, что ты принял приглашение и появился на моем канале. Отдельное тебе спасибо за твой YouTube-канал. Я его всегда с удовольствием смотрю. Считаю очень качественными, профессиональными видео, которые ты делаешь. И, друзья, всем рекомендую. Морской юрист Николай Гольбин. Ищем в YouTube, либо заходим в описании к этому ролику и ссылочка будет на канал Николая. Олег, я благодарю за приглашение, а также за возможность высказаться на твоем канале. Тебе и всем твоим зрителям я желаю добра, мира и благополучия. Берегите себя. Спасибо, Николай. Ну, друзья, а я вам также пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.